Значит, опять для теплицы и для этого. Все зависит от года. Какой год. Прошлый год был и в теплице неудачный, и на улице неудачный. Этот год складывается с прошлого года, но последствия прошлого года сказываются безусловно. Поэтому для теплицы в прошлом году у меня и в теплице был результат неважный. Я это почувствовал рано весной, когда проснулись почки и начали выгоняться цветия. У меня плодушек оказалось с прошлого года, даже в теплице, очень мало. Что я сделал? Я тут же где-то, это значит май, в конце мая, в начале июня я обрезал виноград, обрезал основную лозу, основную лозу обрезал с целью выгнать пасынки. И вот на пасынках у меня восстановилось, можно сказать, 30-40% вот эти вот. Вот они. Ягоды это с пасынков тепличных. Это с тепличных пасынков учесть надо. На улице они, на уровне на улице у меня уличная. Это какой сорт? Это сенсация. И они, хоть и не полноценные, потому что сенсация полноценная, она должна быть вот такой длины. Это 3-4 эти самые. В 3-4 раза больше. В 3-4 раза больше. Поэтому это пасынок. Этих пасынков у меня сейчас под самую крышу много. Но они не вызрят. В теплице вызрят. В том-то дело, что они все уже смертельные, еще месяц и достаточно, и они вызрят. В теплице. Вот, в теплице. На улице неполноценные, поэтому тоже это уличная. Это очень хороший сорт. Валентин Марьянович, так все-таки тогда, может быть, есть смысл перейти на зимостойкие сорта технические? А как зимостойкие? Это же совсем другая классификация. И настрой человека. Кто-то хочет технический, кто-то хочет столовый. Для того, чтобы выращивать технические сорта, нужно, значит, им найти применение. Точнее, стой, собрать. Куда девать? Куда девать? Собрать. Или вино делать, или напитки делать, или что-то переработать. А столовые сорта, их за 2-3 месяца семья из 5-6 человек... Должна употребить. ...150 килограмм свободно съедает. Поэтому это дело уже вкуса и настроек. Я настроен на столовые сорта. Пусть они будут более затратные, трудозатратные, и не каждый год получаются удачные годы, но они стоят того. Они стоят того, потому что интерес... Ну что интерес? И они по цене, конечно, должны быть дороги. И по цене, естественно. Если это я могу, допустим, даже если... Если продавали бы вы... Учитывать рынок, то есть бизнес, то я их свободно могу продать по 200-250 рублей за килограмм сейчас. Так получается и на юге такая же цена? Такая, выходит сейчас такая. То есть мы по цене конкурируем легко с южным... Легко, легко. С югом легко конкурируем. А если учесть, что у нас, скажем, человек занимается техническими сортами, то мы даже превзойдем. Мы более конкурентоспособны по сравнению с югом. Потому что виноматериал, вот, вина... Вот мы же уже с опыта знаем. Я уже 8 лет здесь нахожусь, общаюсь с виноделами. И эти дегустаторы к нам приезжают. Наше вино, при желании, мало чем уступает от южных сортов. А в некоторых... Некоторые превосходят. Некоторые превосходят, потому что у нас условия другие. У нас короткое лето. Оно набирает, но оно дает свои какие-то результаты. И плюсы. У нас кислотность есть. Да, да, да. За что борются на юге? Совершенно. Там кислотность регулируют. Добавляют кислоту. И нужно снять в момент... Усмотреть... Когда снять винар, чтобы кислота была и сахар. Потому что там сахар не главное. Главное сочетание кислоты и сахара. Ну и сорта. Так что это дело чисто любительское. Когда мы любители, то мы каждый выбираем по своему. А потом сегодня мы, например, дегустировали сорта, которые Радимин принес. Это его межвидовые гибриды. То есть он американцев скрестил с амурцами. У него, мы замерял сахар, 24,4%. То есть сахара уже достаточно. Сахара достаточно. А если говорить о классических виноделах, то там даже это излишний сахар. Это излишний. Это излишний сахар. Конечно. Поэтому тут дело, 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 дело. Спасибо, Валентин Марьянович. Но надо сказать, значит, вы должны были представиться. Байдак, Валентин Марьянович. Да, выращивают Дмитровский район, северный район. Это 15 километров деревня Дубровки. 15 километров от Дмитрова. В моей округе виноградом, ну я не знаю виноградари. Все виноградари, с кем я общаюсь, они все на южной стороне. Все на южной стороне. А зря. Мне кажется, зря. Ну это люди... Далдам есть у меня, но у них они еще только начинают. Это инерция, мне кажется, общество. Инерция. Есть в этом, в Дубне есть, приезжают ко мне. Ну я еще не знаю, это только начинающие. Ну Дубна севернее вас. Что там получится, как там будет, это не вопрос. А виноградом я занимаюсь очень давно, мне 82 года. Занимаюсь я с 72 года. И сюда я по необходимости переехал 8 лет, как я тут, потому что это уже моя жизнь, мое увлечение. Я уже до конца жизни своей буду заниматься. А почему виноградом? Потому что эта культура самая благодатная. И самая для вас, для вас. И плюс время. Она быстро вступает в отношения, все это понятно. Все, спасибо, Алексей Томаревич. Спасибо.